всем привет меня зовут сергей уколов и на моем канале про исторический средневековый бой фехтование в доспехах и различные бои сегодня у нас второй ролик про доспехи про мои конкретно меня просили снять ролики про доспехи в котором берусь именно я не общий обзор вот конкретно из практики исходя это не самые старичные доспехи но зато вот исходя из практики мне они нравятся я расскажу чего бы я улучшил чего мне нравится чего не нравится в доспехе моем ну и какие-то нюансы особенности тоже поведаю начнем со шлема шлем мой любимый бацинет с наносником стандартный но есть нюансы первый он круглой формы яйцеобразной без обычного для бацинетов вывода в ребро и это сделал чтобы он оказался в итоге пониже чтобы бороться было удобнее чтоб соскальзывал лучше что сложнее было зацепиться ну как бы все из-за этого не такой прочный тут следы ударов видны их периодически управляют разу пару лет но это на турнирах не так страшно в бугуртах не используется следующая особенность он коротенький нормального бацинета тут примерно еще 5 сантиметров минимум есть закрывать шею на турнирах мне шею закрывать особо не надо поэтому здесь просто бармица болтается ну и затылок довольно голый и это сделал специально обрезал чтобы когда я наклонялся я мог откинуть шею назад посмотреть что там происходит вернуться как то что просто увеличить подвижность головы имитации петли естественно все приклепано неподвижно изящный наносник мне очень нравится под сеткой понятно решетка решетка выглядит давайте покажу видно ну как то так она не очень массивная прутики довольно тонкие но на турнирах этого вполне хватает если лицо саму то просто поправить ничего фатального не будет дальше пошли миг сшитый не очень толстый дальше расскажу почему ремешок всего один и он не очень тоже массивный в отличие от бугорного шлема мне это шлем от головы не отрывают только там очень в локальных случаях при этом когда с вас в поединке сорвут шлем ничего страшного не произойдет ну просто наденете его обратно но повторюсь у меня такого ни разу не происходило то ли кожа хорошая то ли дергали так сильно не происходило бармица клепаная под бармицей подкладочка это чтобы мою белую бригантину не пачкала ржавая бармица подкладочку привязал и сразу стало все хорошо так эти штуки срубают вот только что их переделали здесь тоже кожу все отрывали в самом ничего фатального не происходило просто вот требует ухода он только что из ремонта ну вот выглядит прилично пока дальше пойдем сверху вниз буду постепенно снимать себя запчасти и рассказывать про каждую новокотник то же самое что у бугурного комплекта в этом плане они пересекаются лепесточек обязательно на полуторниках попадают сгиб локтя дополнительные дырочки под проволоку если на случай если оторвется единственный ремешок ну и просто хорошая кожа периодически менять следить если пересыхает обязательно заменять пусть оторвавшийся на локотник вызывает массу паники даже в одиночных боях там как-то привязывать неудобно его надо следите ну напомню тем кто не смотрел ролик про бугуртные бои это не просто так у рашения это мне там промяли пару раз в итоге поставил поставили мастера дополнительную защитку наполнить толщину металла сделали наруч наш двустворчатый на петлях он стальной по моему это миллиметр один у меня титановые в этом комплекте только бригантина в бугуртом меня титанового нет ничего к сожалению пока рассказывать про них они особо нечего я их люблю они хорошие прочные держит практически любой удар который по ним проходил они не мялись сильно ни разу часто слетают вот эти заклепки срубают срубают ремешки ремешки рвутся но ремешка два и поэтому все время остается целости с наручами все бросаров данном случае правый это где-то 0 8 миллиметров каленая железяка крепится на ремень поинт один ремешочек всего запчасти такая важная в поединках она я надеваю только на бой на полуторых мячах и левый бросар я надеваю на бой на баклерах щит меч я бросара не использую если только нелениво снимать я соответственный поединок я снимаю оба бросара когда щит меч они у меня коротенькие и можно видеть что здесь у меня все открыто я это как получилось я приехал к мастерам да вот можно посмотреть сустав закрыт новокотником но не более того я приехал в мастерам он был изначально длиннее как бугурсмена положено я начал шевелить рукой и мне начали его подрезать следую моим пожеланиям отрезали отрезали и в итоге вот так я его не чувствую совсем но вместе с тем мне остается открытый бицепс и он порой страдает в основном на полуторниках по рукам сверху бьют они просаживают ну там с другой стороны сустав а мясо поэтому ну больно но бывает а так легонький менять их не имеет смысла особо легче особо даже из титана не получится бригантина это уже вторая покрышка поэтому она такая беленькая пока я сменил ее только перед битвы наций первая тоже была белая изорвалась вам испачкалась заменил белую покрышку делать строго не рекомендую вы упадете в грязь песок потом ее в стиральную машинку запихнешь как-то будете оттирать стороне ототрете вот понты такие я на турниры выхожу редко и в общем в грязь и и никуда не таскаю поэтому она более-менее белая остается долго но если вы планируете день поваляться в день под дождем попрыгать белую бригантина не используется она еще жарщина пачкается не стоит вот но понты дороже денег и усилий бригантина титановая весит я думаю килограмм три три с половиной чё бы я изменил изменил бы я на плечнике на плечики стальные и насколько можно видеть повернуть боком их не всегда удается поставить ровно надо чуть-чуть переделывать поэтому я на полутоньках дерусь у меня плечи фактически закрыты только бармицей спасает то что люди больше целится в голову у нее проще попасть и меньше попадают именно по плечам поэтому плечи они обычно не просаживаются вот ну то есть здесь у меня фактически закрыта только бармица ключица голая плечо сустав голый так не делайте старайтесь все время на плече где держать ну вот недостаток бригантина спина она вот так выглядит в отличие от историчной висби она у нее позвоночник тоже закрыт сейчас давайте снимем бригантины висби титановый вид изнутри вот от исторических аналогов и отличает то что присутствует спина и то что она титановая целом в остальном все довольно похоже минимальное количество пластин на груди три на брюхе две на груди и по три пластиночки только по три по четыре пластиночки на боках вот на плечнички повторюсь остальные но надо было делать тоже титановые то что они ржавеют ничего хорошего в этом нет все тут про бригантину сказать особо больше нечего все хорошая легкая привычная стёганка ну чем характерно во первых она длинная обычно такие не используют пусты тут 30 сантиметров можно как бы и обрезать это просто для красоты сделано больше не для чего обрезать смело дальше ее особенность стёганка она такая лишь условно основная площадь вся это всего два слоя льна тут нет никакого смягчения вообще то есть это просто рубашка с подкладкой смягчение здесь на воротнике обязательно порядке на плече на полочке на локте и на верхней поверхности наручи все все остальное это просто два слоя льна так сейчас пощупаю да еще чуть-чуть позвоночник включен вот полоса идет позвоночник все-таки я закрыл все здесь это просто тряпочка ну поэтому могу позволить вам длинный но ничего не весит при этом дальше пуговички пуговички это красиво это достаточно удобно ну кому по карману в принципе можно пользоваться чё тут а рынка это стандартные ни разу мне не отрывались надежные тут даже избыток под разные новокотники разные наручи и как мы уже обращали внимание в бугурт на доспехе это вот это вот манжета кожаная она здесь чуть потоньше не такая хорошая как на бугуртом подоспешники но все равно без нее я не знаю как вообще драться теперь раньше привязывали наруч подворачиваю рукав стёбунки там потолить этой костью останавливать сползающий наруч пока не забрели вот эту штуку без нее как без рук нету в этой манжеты подоспешник считается неполноценным всем рекомендую так дальше перейдем ногам ногам переходим бедро такое же как бугурт на те же самые ноги одна деталь колена одна деталь набедренник это сталь 65 г каленая бедро миллиметр колено полтора или 1 2 не помню вот эту запчасть это я поленился снимать на турнирах я снимаю пусть у меня набедренник заканчивается вот здесь вот эта запчасти на турнирах нету два ремешка под коленом один основной другой запасной на всякий случай и ремешок под бедром все это привязывается к поясу пояс я сейчас покажу отдельно отдельно понош одностворчатый вот так он выглядит он тоже где-то миллиметровый один ремешок сверху голени 2 ремешок снизу сверху и крым висит на ремешке на верхнем никуда не спадает ничему не мешает ну в общем все просто прозаично это тоже все измеи за железо из стали сделано не из титана заключительное слово про турнирный доспех ну как вы заметили наверное вы смотрели предыдущий ролик турнирный доспех гораздо легче чем бугуртный в моем случае это другие поножи в турнирном доспехе не одностворчатые нету никакой ответки на бедре то есть не закрыта задняя поверхность только передняя бригантина легче принципе можно из нее еще титана снять внутренних пластинок и и потребительство качество не изменится если не ходить про боях а не только бугурта там можно и под доспешник и от позвоночника оставить только какую-нибудь полосочку и на качество это не повлияет вы наверно могли обратить внимание что плечи у меня фактически голые там вот эти лепесточки от визби то что болтается ничего не защищают но это не значит что вам также надо делать это я могу себе позволить я удар в плечи пропускаю раз в год ну и у меня плечи побольше обычно чем у вас и мне вот эта защита бармица то что у меня бармица и подкладочка мне вот этого хватает от турнирных мячей даже от полуторника хватает но если боец начинающий если по нему можно провести сильный удар не рекомендую ну что еще чистый не мятый нирваны нержавый доспех это ваше лицо уж тут вашего настоящего лица под доспехом никто не увидит как она чистая красивая а ваш доспех виден всем там жене и детям зрителям всей стране если вы член сборной поэтому следите за доспехом любите его постоянная работа над его совершенствованием это добавит вам уважение в глазах окружающих и в своих собственных все всем пока спасибо чуть не забыл рассказать пока снимали про весь доспех про железяки о одной из самых важных частей доспеха это ваша подвес для но для многих это проблема вешают на просто ремень вешают куда-то не пойми куда ноги начинает тянуть падать не утверждаю что меня лучшая система но по крайней мере проверенное временем и мной это то шоссе из достаточно плотной шерсти то есть вот они такие массивные вместе с носком сейчас можно без ботина ходить на колене вот примерно такое расстояние у меня там 5-6 своего ботина то есть бедро не смягчено никак голень не смягчена никак но колено в обязательном порядке там очень толстая подушка ботина это вместо того чтобы поддевать всякие волейбольные наколенники просто сразу надеваем шоссе там смущение колени есть дальше шоссе пришиты к поясу пояс завязывается здесь на двух ремешочках в идеале пояс делать пошире и делает на все-таки ремнях пришивать ремни они вот эти завязочки ремнями удобнее регулировать они надежнее уж на ремнях тоже массивная кусок кожи и арминг-поинты на бедре крепления это просто у вас о кожей дырки как и было в истории и все привязали пристегнули все на вас держится не падает вот ну повторюсь пояс лучше потолще и пояс желательно делать расстеганный с латином сейчас такие выпускают вот чуть потолще чтобы он и прилегал поплотнее и держал получше вам ничего не перетирал все выбора и вы всегда сможете после турнира на фестивале снять свои набедренники у вас там не окажется лосины какие-нибудь тренировочные вы будете похожи на реконструктора а не на тупого спортсмена это тоже очень важно как бы к этим реконструктором в тусовку вклиниваться чтобы они не слишком вас ругали вклиниваться